Как вы относитесь к диванным критикам? Наверное, стоит больше пожалеть их. Я думаю, что вообще вопрос языка будет всегда стоять острым. Даже не казахскоязычным людям, я советую отдавать в казахские школы детей. Почему нет? Если человек не знает языка, это не значит, что он плохой человек. Алло. Как вы? А, как вы? Да, как вы, брат. Как вы? Как вы? Как вы, как вы? Я пришел на руку. Как вы? Как вы? Как вы? Как вы думаете? Хочется я? Как вы понимаете? Это только за минуты лет. Принятые четыре часа теряяй? На минуту это не больной? При этом я к этому и пошел. Приошел на минуту. Пришел меня. Пришелый Герм第一. Вы забыли, Розовосба. Тилдер, урену жолы неден басталды? Я не знаю, что я не говорю, что я не говорю, что я не говорю, но я не говорю. Урену журмин, даже козыр, урену журмин. Я приехал коэтирую в Костанай. Я приехал в Казахстан, в Казахстану. При этом я закончил к статусу, с которым я пошел из Алматы. Я закончил к университету. Я получил с американской большой школой Казахстан. Казахстар шоу деген жоба бар ғой, а? Ия. Сол жоба ашу, сол қазақ тілінде жоба жасау деген кіммін ойы болды? Кемепте оқыған кезде, мен Симеонды кездестім, ол мен жолдас досым. Қазақша келенді онымен ойнағам, сөзін біз тойда вұстыпат еттік. Бір тойда оған Симеонға ойға бір ой келді, орыстар деген жоба болады. Мен айтын керемет, бұл жобасы өте названиясы мұқты, бірақ названиядан естене болған жоқ бізде. Осын біз күшкене ойластырдық, және осындай қысқа видеороликтар сүрдік. Мұнандай видеороликтар ұнаған қазақстан респуб, қазақстандықтарға. Қазақстан респуб, қазақстан респуб? Оглари не Арина отчим кент индуалом мен жылдам следующий день кезде сын беги на брак год 1 шакин дик сосын сосын мумкун женышке женшке даудуств бусу даустар потом знаете такой момент мне очень понравился я не помню какая-то была серия если я не ошибаюсь метатор старт где была такая картина вы получается наклеили название казахских слов слов на определенные предметы и таким образом изучали изучали и пытались как бы запомнить а что такое а это мой новый способ учить казахский буду клеить таблички на все предметы так реально легче запомнить брау же не отличный способ как думаете это действенный метод в жизни я думаю да я думаю что это действенный но энергозатратный потому что вам придется все это печатать ну то есть как бы на этом расклеивать ну в целом это было такое такое утрированное изучение казахского языка как бы такое интересное смешное наглядное а в целом ну я вообще советую вот даже вот идя по городу если вы вдруг увидели там какое-то название или там какой-то магазин ну просто запомните это отложится как же с окончанием например мы можем знать много слов но нам же их нужно в предложение как-то воспроизвести ну да ну здесь вам нужно выучить порядок слов предложений как составляется просто и окончание суффикса это все то есть окончание суффикса это весь казахский по мне то есть он состоит из вот этих вот именно замудренных окончаний которые стоит изучить и все откроется в принципе все будет понятно по мне слова все равно нужно изучать много слов нужно знать это основа топта иен жақсы казахша сулитин ким еще не жарами но имша семён жақсырак казахша сулитин ким еще орын мен үшінші жжене 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 түк түсін биды казахшан брақ тұрысады ол агылшын ахылшын тілдерге жақын я бала шахта кандай жоспаран збар сейчас мы работаем как аурстар мы работаем у нас команда мы делаем сериалы мы делаем всякие телепроекты ребята пишут кино снимают кино семён у нас сейчас в режиссерский цех вот подался поэтому у нас и два направления и казахский язык и собственно производство какого-то телеконтента видеоконтента вот это все совместив может получиться неплохой симбиоз и начали и начали и 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 Мы, мы. Көріңіздер, күшті болады. Жоба қазақ тілінде ой. Араластырылған қазақша джок 80-20%. 20% орша, 80% қазақша. Және де осы жобада біздің бортақ досымыз жұмыстейт, Оқында қазақша. Және емкесің біре кіне. Сізді Gregіп тұрсаныз болады. Алысық? Алам, конечно. Сізді не жалықғаныз қанша сұрақ тұрсын. Күпия. Күпия? Оқында қазақтұсың біре күріңіздер! Және де орылған? Камерасың біре күре кізек айтады? Я. А, бог, бог. Женя, я вас зовут. Здравствуйте. 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 Какой ты занимаешься? Какой ты занимаешься? Я занимаюсь. Какая ваша роль? Как вы думаете, кто? Валеру. Валеру, да, это русский персонаж, который находится в таком же коллективе, который есть везде. И, ну, то есть, играю со всеми своими фишками, пытаюсь говорить на казахском, ошибаюсь. Какая-то отсылка от того Женя, а то Рустар идет все-таки. Ну, здесь я Валера, поэтому, в принципе, такая роль. Я играю Валеру, которая, ну, иногда там казахша соль имеет, типа того. А, соль ему был. Я. Как обстоят дела с акцентом? Ну, тут, короче, такая фишка. Я, типа, по сюжету вообще ошибаюсь и неправильно говорю. Но коллеги говорят, что, окей, ты неправильно говоришь, но у тебя акцента нет, короче. Типа, ты так говоришь, ну, и странно, что ты ошибаешься. Но, в принципе, у нас отличная команда, все всегда помогают. Если что-то не скажешь, тебя исправят, короче. И такой прикольный способ изучения казахского через роль, через актерство, короче. Типа того. То есть вы советуете, да? Я советуюсь. Советуюсь, спрашиваю, типа, чё, как сказать, вот здесь, ну, типа, как органичнее будет. Там, ну, из категории, там, в кабинет хожу и говорю, шуха балама, типа такого, короче. И мне говорят, чё, чё, а, да, ты не понимаешь? Да, заходи, заходи, заходи. То есть все довольно-таки по-доброму, комфортно. Шала, казахша, сулев, друс па? Я, минуем, ша, друс. Я говорю со стеканами, шала, казахша, сулев, шала, казахша, сулев, жарайт, болат. Ну, в целом, по мне, в этом нет ничего плохого. Наоборот, считаю, это даже, наоборот, такой фишкой нашей действительности, что мы можем и на русском, и на казахском, как это сказать, и там, и это неважно, да? То есть я считаю, что если вы начнёте с шала казахского, начинайте с шала казахского, неважно, никого не стесняйтесь, не бойтесь. Мы даже, когда делаем сериалы сейчас, то мы, когда пишем диалоги, очень часто сталкиваемся с тем, что, ну, так не разговаривают, и иногда вставляем русские слова, то есть, да, чтобы это было естественно. Ещё шутка такая есть, он говорит, Вот эти слова такие, как желательно, железобетонно, да, то есть они такие, они понравились казахам, они зашли в казахский язык, и иногда в своём казахских, в своих казахских речах они употребляют, да, эти слова. И я не считаю, что это плохо, и мне кажется, даже это, наоборот, добавляет такого некого индивидуальности нашему обществу, и сплочённости даже в том числе. Потому что, если это послушает, там, человек, который приехал из другой страны, там, из России, он чуть не поймёт, но железобетонно он поймёт. То есть я не вижу в этом ничего плохого, разговаривайте как можете. Кстати, о приезжих из России к нам в Казахстан, как вы к ним относитесь? Да, вполне хорошо, потому что я понимаю, кто это приехал, я понимаю, что это ребята, которые, допустим, где-то не согласны с тем, что происходит в их стране, и если уже не приехали сюда, я думаю, что это хорошо, потому что они хотя бы чуть-чуть критически размышляют. И если у них есть деньги, чтобы приехать, пусть приезжают сюда, оставляют здесь, в нашей стране. Я думаю, что это как бы меркантильно, но почему нет? Может быть, от этого выиграет наше казахстанское общество, в чём я точно уверен. Может быть, кто-то из них интегрируется, привнесёт какие-то ноу-хау из России. Я не против того, чтобы они переезжали, потому что это вообще странно быть против того, чтобы к тебе кто-то приезжал с точки зрения человеческой, да, такой морали. И категорически против тех ребят, которые где-то там, скажем, в соцсетях какие-то делают ролики, которые немножечко задевают тех, кто приехал. Я вообще против этого. Потому что, ну, когда-то в своё время сюда, в Казахстан, приехали мои родственники, их встретили очень хорошо. Это всё мне рассказывали деды, да, я знаю, как это бывает. И да, сейчас век такой достаточно глобальный, да, но о человеческих вещах нельзя забывать. Если кто-то приезжает, нужно встречать с распростёртыми объятиями, с доброй душой. Всё равно, как бы то ни было, мы все живём в одной действительности. Это постсоветские страны, да, и все мы примерно из одной страны. Почему сейчас мы должны разделять этих туда, этих туда? Вообще, когда начинается разделение, ничего хорошего не предвещает это по мне. Хорошо, что наша страна показалась для них приемлемой. Почему нет? Это говорит о том, что всё-таки Казахстан развивался эти 30 лет хорошо. Да, можно говорить многое. 30 лет достаточно большой период. Многое что там ушло, многое что заново образовалось. Ну, Казахстан, в принципе, как страна, готов принимать, я думаю, ещё больше даже людей. И не только из России. И вообще, было бы хорошо сделать так, чтобы к нам хотели переехать. Ну, это уже, наверное, большая такая задача, которая стоит, в принципе, перед нашим правительством и перед нашими официальными лицами. Вот. Лично мне нравится наша страна. У меня было много возможностей и переехать, и там, заново построить где-то, да, свою жизнь. Ну, я действительно считаю это перспективной страной. Это от чистого сердца, я говорю сейчас. Это не, ну, то есть, это чисто моё мнение. Как вы относитесь к диванным критикам? Ну, если они не мешают, то я, в принципе, нормально к ним отношусь. Но диванные критики, вы имеете в виду, которые критикуют Орстар? Да. Да, такие и бывают. Есть ещё очень радикально настроенные ребята, которые в каждом видеоролике ищут зацепку, да. То есть, это, скажем, ну, те, кто религиозные очень сильно, да. Бывает. Бывает, пишут, но, как ни странно, у Орстар шоу не так много негатива. Вот, может быть, это потому, что мы не делаем каких-то провокационных вещей, мы делаем всё очень так лайтово, так, чтобы нигде, ничто, никакая чаша не перевесила, потому что это тоже искусство нужно, ну, межнациональный вопрос – это всегда очень острая вещь. И у нас даже статья вообще-то есть, да, в стране за то, что нельзя рассеивать межнациональную рознь. Вот, ну и даже если такие комментаторы встречаются, то мы либо им просто не отвечаем, либо жалеем, наверное, потому что, ну, если ты уже нашёл в Орстар шоу роликах какой-то негатив, то ты его найдёшь просто везде по мне. Ну и всем известно, что те люди, кто пишут негатив в интернете, просто сами несчастливы. Вот, наверное, стоит больше пожалеть их, чем вступать в перепалки и, там, доказывать с пеной у рта, что ты неправ. Знаете, такая шутка, говорит, я, конечно, очень хорошо отношусь к критике, да, но не в свой адрес. То есть, ну, критика – это всегда хорошо, но когда она объективна. Можете вспомнить казусный момент из своей жизни? Ну, например, когда ваш собеседник не знает, что вы понимаете и говорите на казахском? Один раз, это ещё до Орстар шоу, я летел в самолёте, и у меня было место посередине, а у двух таких татешек, у них по бокам было, и они, видимо, хотели сесть вместе. И, ну, так перекидывались, типа, вот этот бы взял, пошёл бы, пересел бы куда-нибудь, было бы хорошо. Ну, то есть, такие вещи. Я им сказал – всё, татешки без проблем, вот рынс, всё нормально, я здесь посижу. Они чуть-чуть и обрадовались, и одновременно постеснялись, и такие… Ну, то есть, ну, такое бывает вполне. Такое даже у нас бывает, когда я, допустим, за границей где-то, и где-то нужно… И, допустим, идёшь с какими-то ребятами русскоязычными, и с другом нужно перекинуться пару слов, я могу перекинуться на казахском. То есть, и они всё время начинают – что вы там про нас разговариваете? То есть, ну, вот так. В принципе, это такое довольно распространённое явление, когда люди вот так вот используют язык. Но будьте просто позитивнее. Если человек не знает языка, это не значит, что он плохой человек. А, в Казахстане, уялмай, сөйлеу керек пе? Узны сқала улесіз. Көбінесе адамдар уялады, гой? Да. Был ең бүріншік индук. Уялмандар. Казахша сөйлендер. Уэткені, уялган кезде, сіз ештене айтпайсыз. Сонмен сөйлендер. Сөйлендер, сөйлендер, сөйлендер. Если говорить о востребовательности вас, как ведущих мероприятий, если сравнивать, например, пять лет назад и сейчас? Мастерство, конечно, улучшилось. Это в любом случае. Но сейчас сложно говорить, потому что еще непонятно, каков рынок. Потому что до пандемии все очень любили той. То есть это было как бы такое. Сейчас все более-менее сдержанно относятся. Я вообще за такое. Потому что наша казахстанская свадьба на 1500 человек – это хорошо. Это широко. Но по мне это все равно иногда не нужно. Вот сейчас идет такая тенденция к более мелким мероприятиям. Но они как бы все же есть. И в принципе, ну да, мы можем сказать, что именно казахский язык помогает нам быть востребованными. Сколько стоят ваши услуги? Ну, допустим, по проведению мероприятий? Я у Дудя сейчас, да? Нет. По-разному, по-разному бывает. Ну, скажем так, от миллиона. В зависимости от гостей? В зависимости от сложности мероприятия, в зависимости от вообще масштаба мероприятия, от задачи ведущих. Ну, в целом, если мы говорим о типичной свадьбе, то это вот такая цена. Есть еще у нас вариант выступления. То есть мы можем просто приехать, выступить и уехать. То есть это юмор. Жень, все, хватит. Все будет хорошо. Снимаем. Сегодня мы находимся на настоящей казахской свадьбе в качестве ведущих. Вы шутите про политику? Когда мы выступаем у высокопоставленных лиц, такое тоже часто бывает. Там нам сразу говорят, то есть если там, то есть не шутите на эту тему, не шутите на эту, не шутите на эту. Ну, оно, потому что это и так понятно. Потому что у человека как бы праздник, зачем ты тут ему проработал? Но в целом я не считаю, что политика это такая хорошая тема для шуток, в целом. Потому что в ней нет ничего смешного. Есть гораздо более смешные жизненные вещи. То, с чем мы сталкиваемся каждый день. Вот это у нас и называется проект, когда мы выходим на мероприятие. У нас называется «Ор Стар Шоу». Это юмор с казахским акцентом. То есть мы шутим про Казахстан, про нашу действительность, про то, где мы выросли, про то, что мы знаем. Как вы говорите, что это не нужно? Как вы говорите? Как вы говорите? Вы знаете, что это было в Шымкенте? Да. Вы знаете, что это было в Шымкенте? Я думаю, что это было в Шымкенте. Я думаю, что это было в Шымкенте. Я думаю, что это было в Шымкенте. Если честно. Преимущественно идет такое уже именно в сторону общения именно на казахском. Даже профессионального общения внутри. То есть он стал модным даже среди казахов. Потому что многие казахи не хотели принципиально разговаривать на нем лет десять еще назад. Сейчас это уже становится таким трендом. Но, опять же, это не должно быть трендом ради того, чтобы унижать кого-то другого, кто не знает. Потому что есть много и казахов, которые не знают казахский. Тех же самых русских и так далее. То есть, если тебе удобнее разговаривать так, если ты делаешь это ради того, чтобы это было, то я не считаю, что это нужно. Ну, в целом, казахский язык модный уже сейчас по мне. Я думаю, что World Star Show тоже в это внесли свою лепту. Чем горжусь, наверное, даже. А почему же за столько лет, даже на сегодняшний день, вопрос языка у нас стоит остро? Ну, в любом случае. Как думаете, в чем причина? Я думаю, что вообще вопрос языка будет всегда стоять остро. Можно сказать, что здесь, допустим, не понимают на русском. И от этого у всех людей, кто не живет здесь, мнение, что здесь будут притеснять русскоязычных и так далее. Это хороший инструмент манипуляции. Как хороший? По мне, это плохой инструмент манипуляции, но очень эффективный. Очень легко надавить на человека, говоря ему о том, что он по языковым канонам не проходит здесь. Я вообще не считаю, что нужно запрещать что-то. Но вопрос языка стоит остро еще и потому, что очень плохой уровень обучения. Очень такое все типичное, застаревшее, я бы сказал. Это уже как раз таки из года в год это все обсуждается, из года в год это все говорится, из года в год выделяется больше денег из бюджета на это все. Но до сих пор нету какого-то такого, знаете, легкого способа выучить. То есть не то, что легкого. Нету таких курсов, которые гарантированно сделают так, что ты за месяц заговоришь на нем. Ну, это и сложно, наверное. Но просто нужно больше школ казахским языком обучения, чтобы дети с детства приучались к этому. И в принципе даже неказахскоязычным людям я советую отдавать в казахские школы детей, почему нет. У нас и так программа всегда переполнена физикой, химией, зачем-то. То есть я поспорил бы вообще с нашей системой образования. В принципе даже на дебатах могу поучаствовать. А вы бы отдали своего ребенка в казахский класс? Сейчас да. Если бы вы меня спросили лет десять назад, то наверное нет. Сейчас бы я уже в любом случае отдал, потому что я не считаю, что в школе ну, что, скажем, школьные предметы дают, что нужно прямо знать все школьные предметы. То есть я за то, чтобы мой ребенок проявлял какой-то талант, за то, чтобы я видел, в чем у него есть успехи, эти успехи поощрял. Но пусть он учится на казахском языке. Почему нет? Потому что, потому что что? Ну, то есть, что он потом не будет знать формулу, там, теоремы Пифагора. Все он будет также знать, просто будет еще и надстройка казахского языка. А если он захочет что-то изучать более углубленно, дополнительно, это все мы распознаем там на уровне 15-16 лет и поймем, куда поступать, в какой университет, что развивать и так далее. А школьный бэкграунд, по мне, можно изучать на казахском языке. У меня в школе, у нас есть друг семьи, такой Булат Агай, мой в Кустанае. Он учитель тоже, ну, учитель казахского языка и тамада по совместительству. Булат Агай. Салам алейкум. Вот. И как было? Я, допустим, когда учил казахский, мне непонятно что-то. Вот, реально мне непонятно. Хотя редко такое было, что я там даже домашнее задание не могу понять. Но, допустим, какой-то монолог составить или что-то перевести, там, какие-то слова вставить, где нужно, да, вот такие упражнения банальные. Я делал, звонил ему, с ним проверял, он мне помогал, говорил, где что переводится, почему это так, почему это так, почему здесь такое окончание. То есть это был такой некий телефонный обмен, да, знаниями. А что мешает онлайн это делать, что мешает точно так же по телефону. То есть найдите себе наставника на казахском. Это такой действенный способ. У меня образование маркетинг-менеджмент. То есть менеджмент – это мое управление, это мое. Поэтому мне интересны процессы все входящие. Какую-то обратную связь я веду. Ну и дальше определяем какое-то стратегическое планирование. Все это вот я делаю. Свою страничку Орстаршоу в Инстаграм ведете вы? Да, да. Там, кстати, давно не было никаких видосиков. Когда нам ждать что-нибудь новенькое? Ну, они выходят так редковато, да. Но сейчас вот мы вплотную решили возобновить эту всю вещь, потому что, ну, это наше, да. Мы знаем, как себя в этом чувствовать. Мы знаем, в принципе, над чем можно шутить, над чем нельзя. И, ну, нам это интересно. Поэтому мы возобновляем вот сейчас с Татьяной ролики. Сейчас еще мы готовим такую рубрику по изучению казахского именно для Орстар. Она такая будет более затратная в плане монтажа, в плане графики. То есть, ну, хотим сделать, допустим, человека в ситуации. То есть это в такси, там, в магазине, в кафе. То есть такой, какой-то некий скетч, который показывает, как себя вести там, там, там. И как, какие слова использовать. Ну, вот такие вещи. Плюс с НТК сейчас разрабатываем несколько проектов с каналом НТК. Вот. С нашим, так сказать, материнским каналом, который в свое время в нас поверил и дал нам возможность снять сериал, свой два сезона сериала. Вот так, в принципе, открыто к предложениям. Счастливы, позитивны, радуемся жизни. Сергей, спасибо вам большое за интервью. Я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Я Рахмет, Коп Коп, Рахмет, Сигеди, Сатлик.